Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Снимаю для вас мукбанг. Сегодня я ждала маму, но мама еще не приехала. И я подумала, сниму-ка я хотя бы мукбанг. Я для нее приготовила голубцы. Очень вкусные получились. Я уже за кадром один съела. Оставила ее долю, так скажем, в сковородке. А все остальное наложила себе. Попробовала новый круассанчик. Здесь у нас йогурт и, как правильно, печенье с сыром. Очень вкусные. Здесь у нас кислая пастила. И давайте приступим. Кто тоже кушает, приятного вам аппетита. Сегодня пасмурная погода. Вышла на улицу в шлепках. И одубела. Мама говорила, в деревне вообще дождик, очень холодно. У нас не то, что в куртке надо ходить. Можно и в шортах выйти. Просто уже прохладно. Но я их, честно, рада, потому что надоело. Это уже лето. Когда я училась в школе, и наступала осень, мне было реально очень грустно, потому что надо опять идти в школу. А школу я очень не любила. Многие в комментариях спрашивают про мой спортзал. Что-то давненько я во влогах не показываю. И все дела. Я, если честно, забросила спортзал, потому что в последнее время не было времени. Из-за болезни кота, из-за похорон, там везде надо присутствовать, помогать и так далее. Поэтому просто не было возможности. У меня так получилось, что абонемент закончился. Я просто перестала ходить. Но не стала покупать новый абонемент. Сейчас тоже просто думаю, надо снимать контент. Столько дел, столько забот. Еще потихоньку погода будет становиться все холоднее и холоднее. А с мокрой головой, как домой. Возможно, это просто отмазки. Возможно, я перейду на онлайн-тренировки и в зимний период буду заниматься дома, а летом опять в спортзал. Пока я высушу свои длинные волосы, уйдет очень много времени. Поэтому даже не знаю, что делать. В общем, посмотрим. Ну, что я могу сказать? За этот короткий срок, когда я пошла в спортзал, все равно я увидела разницу в состоянии своего тела. То есть тело стало более упругим, как я хотела. Подтянутым. Результаты все-таки есть. Но ходить дальше, наверное, я не буду. Наверное, это все будет звучать просто как оправдание. Но, возможно, это и есть оправдание. Не знаю. Например, первая она перешла на онлайн-тренировки. Мы даже с ней начали ходить. Она не доходила до конца. То есть месячную оплату просто так профукала, так скажем. Вот. Я поняла, что она все-таки права. Она аргументировала это. Она говорит, поехать в спортзал полчаса и вернуться назад полчаса. Час ты там тренируешься, пока ты переоденешься, пока туда-сюда, пока после этого искупаешься. Если даже ты не искупаешься, ты вся потная просто. А если ты потная, следовательно, у тебя волосы тоже влажные. И с этими влажными волосами домой ты зимой тем более не пойдешь. Короче, есть такие нюансы. Еще вот эта девушка, которая имеет офигенную фигуру, которая по совместительству еще является моей соседкой. Она тоже перестала ходить. Как-то это меня замотивировало. Я думаю, ничем. А мама вообще предлагает купить пиковую дорожку дома. Домой. И не парится, никуда не ходить. У меня у знакомого была беговая дорожка дома. И она просто служила вешалкой. То есть на нее кидали просто ненужные вещи. Пару раз позанимались, и все. Да и вообще беговая дорожка, она тренирует определенные мышцы. Тогда получается надо купить все. Все, что есть в портзале. Какой вкусный йогурт. Я вообще очень люблю йогурты. Кстати, рецепт на голубцы я вам обязательно оставлю в описании. Также сегодня надо найти время написать рецепт на фудру. Я просто думаю еще над блюдом. Какой рецепт буду писать. Как только напишу, обязательно поделюсь с вами. Покажу все. Кстати, эта кислая пастила оказалась самой кислой среди всех. Я покупала такую зеленую, темно-фиолетовую, красную, и вот эта вот оранжевая, она оказалась самой кислой. Это мой твиксик. Он с воронкой ходит. Уже привык, но все равно неудобно. Постоянно ударяется то об этот угол, то от другой. Когда я ехала из деревни в город, в хачмазе я должна была сесть в автобус, и там два водителя автобуса подрались. Прям, знаете, это было нечто. Один другому так с ноги тот прямой в мусорку. Я сначала не поняла, я подумала, что подрались водитель и пассажир. и в этом автобусе было место. Папа хотел меня посадить в этот автобус. я сказала, что там водитель неадекватный. Я на этом автобусе не поеду. и все в следующий. Эти два автобуса стоят и ждут, пока не заполнятся. В общем, время вышло. Этот первый уехал. Наш тоже очень быстро заполнился. И мы тоже поехали. Буквально разница была минут 10-15. И, в общем, едем мы спокойно, без никаких моментов. И тут в дороге встречаются эти два автобуса, которые ранее подрались. Я думала, подрались, успокоились и нормально. В дороге они начали играть в догонялки, друг друга прижимать. Наш вышел на встречку. хотел его прижать, а там ехал красный большой такой КамАЗ. Он еле вывернулся. И слава Богу. Потом пассажиры, там женщина начала кричать на него, что, слышь, что, если тебе не важна твоя жизнь, мне моя жизнь очень важна. Другая женщина, когда мы вышли, она сфотографировала его номера. Она говорит, я буду жаловаться. Но они были правы. Человек, который управляет автобусом, он должен понимать, что он рискует не только своей жизнью, но еще там, жизнью 10 человек. Я-то просто не знала, что дерутся два водителя автобусов. Я специально не села в первый автобус, потому что поняла, что водитель неадекватный. Одно дело, люди просто обменялись любезностями, а другое дело, там была полноценная драка, их еле разняли просто. В общем, после того, как женщина конкретно его осадила при всем автобусе, после этого он как-то более-менее нормально начал водить. Приехав, я просто подняла руки наверх и поблагодарила Бога. Спасибо, что я доехала. господи. Вы знаете, вообще забыла про эту ситуацию, живу еще два дня. И тут в комментариях, где я показываю лапку Твикса, опять же, извиняюсь, не к столу, мне одна девушка пишет, вы знаете, ваш кот очень часто болеет, и это может связано с тем, что какие-то беды, которые происходят у вас в жизни, например, это должно было случиться с вами, кот это все переносит на себя. Я, конечно, человек не суеверный, в такие вещи вообще не верю. И вам тоже может показаться, что это бред. Но прочитав этот комментарий, я прям задумалась, и вот резко у меня вот эта картина под глазами, я вот читаю комментарий, как в фильмах бывает, и резко у меня эта картина, как наш автобус выходит на встречку, и там красный такой огромный камаз, и еле увернулись. А может быть, действительно, наши животные весь негатив берут на себя. Я рассказала маме, мама тоже задумалась, говорит, лечит векс века. Возможно, мы сами себе это придумали, но реально ситуация там была просто аварийная. И мама мне всегда говорит, не покупай машину, попадешь в аварию, что-то произойдет. Ну, блин, мне кажется, наоборот, если я не куплю машину, со мной обязательно что-то произойдет, потому что у нас в Западжане водители автобусов ужас водят, честно. все-все-все ужасно водят. Еще жалуются, что у нас большие штрафы. А что делать? Ты идешь на зебре, никто тебе не уступает дорогу. Зебра. Я в России жила, ставишь ногу на зебру, все, все машины останавливаются, здесь всем плевать. зебра, не зебра, остановка, нет. Оставил машину, пошел. Я понимаю, что люди могут понервничать, там, не знаю, подраться и так далее, но все закончилось. Ты на трассе, скорость 130 км в час, плюс там дорогу ремонтируют. Обычно там трасса офигенная. Просто одну часть дороги ремонтируют, поэтому всего две полосы. С одной стороны встречка, с другой стороны мы едем. И там, понятно, КамАЗы всякие. Страшно представить, как оно было, если бы он не смог увернуться от этого КамАЗа. Так что, слава Богу, доехала целая невредимая. Было очень вкусно, особенно эти печеньки, я их просто обожаю. Здесь внутри соленый сыр, а печеньки похожи на тук. Это, по-моему, турецкое производство или азербайджанское. напишите. Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Иногда, когда я читаю комментарии, некоторые из них очень заставляют меня задуматься. Всех люблю, целую, не забывайте подписываться. с вами была Айка, пока!